Покровка Покровка По мнению Сергея Нарышкина, сфера высшего исторического образования сегодня переживает перемены к лучшему. Еще недавно в Тобольске по инициативе Миноборнауки и РИО очень успешно прошел первый национальный форум преподавателей истории. На нем был дан старт профессиональному обсуждению проекта концепции преподавания курса истории России на неисторических специальностях и направлениях подготовки. Считаю, что данный курс должен приучить студентов видеть исторические закономерности, российским студентам ощущать свою сопричастность к великой тысячелетней истории нашей страны. Ну а иностранным студентам лучше понимать Россию. По мнению Сергея Нарышкина, опыт высшей школы экономики позволит внести вклад в развитие этой концепции, как с методологической, так и с содержательной точки зрения. На встрече речь зашла и о реализации новых программ двух дипломов по истории между вышкой и региональными вузами. Конечно, мы должны думать и о тех регионах, где сейчас нет подготовки историков. И мы от высшей школы экономики реализуем такие проекты двух дипломов, где ребята, не уезжая из региона, могут получить диплом высшей школы экономики. Напомним, что научно-исследовательский университет высшей школы экономики стал членом российского исторического общества еще в 2013 году. Недавно в сентябре этого года между РИО и Вышкой было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках него реализуется сразу несколько совместных проектов. РИО Компас, цифровое средневековье, Диджитал Петр. Задача, которая, мне кажется, не менее важна, адаптация этой программы не только для почерка Петра I, но и для почерков XVIII века, XVII века. И эта задача напрямую связана с таким процессом, который сейчас идет, процесс цифровизации. Все больше и больше архивных документов выкладывается в сети интернет. И если еще 10 лет назад мы, в общем, с легкостью ориентировались в этом обилии документов, тогда их было не так много, сейчас это делать уже трудно. Развивая мысль о важности новых технологий в изучении архивного наследия, председатель правления РИО Константин Могилевский обратил внимание на необходимость разработки нормативного определения понятия оцифровка архивных материалов. Мы стоим, уважаемые коллеги, с вами на пороге революции в изучении рукописных документов XVII-XVIII веков. То есть возможность машинного чтения массовых источников, большого их количества, создает совершенно новые исследовательские возможности. Это, конечно, перекликается с работой по исполнению поручения президента об оцифровке российских архивных материалов, в которой Российское историческое общество принимает участие вместе с Минцифрой, вместе с Росархивом. И становится уже совершенно очевидно, что нам нужно восполнять нормативные пробелы. Уже в ближайшем будущем планируется начать разработку законопроекта, который введет исчерпывающее точное понятие оцифровки. К выработке формулировок будут привлечены и эксперты высшей школы экономики. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова